Всем привет, с вами Дваска и сегодня мы поговорим об обновлении 9.14, а конкретно о танке ИС-6, который перевели в HD, поменяли ему бронирование. Почему ИС-6? ИС-6 это один из самых популярных премов вообще за всю историю. Он на втором месте, первый Лев, а ИС-6 имеет второе место с миллион двести тысяч количеством в боях. Обратите внимание, как изменился танк, насколько он стал красивый, теперь у него куча всяких деталей и сразу что бросается в глаза, это башня. Башня стала чуть-чуть немножко ниже, она стала более приплюснутая, вот видно, да, чем-то чуть-чуть стала походить на ИС-3 из-за такой слизанности по бортам. А теперь давайте рассмотрим схему бронирования. Начнем с башни. Лучки мехвода по 150 миллиметров, но они также примерно и были, как их пробивали, так и будут пробивать. Крышка башни 30 миллиметров, также и осталась по правилу трех калибров, орудия больше 90 миллиметров, будут пробивать сюда с легкостью. Теперь давайте рассмотрим бронирование башни. Ну, щеки по 400, 300, 350 миллиметров, как слева, так и справа, вы видите. Справа от маски бронирование 240, 180, есть места возле маски, то есть сюда выцелить очень трудно, 202, 218, видите, сама маска 400 миллиметров, больше 400. Слева от маски была ослаблена зона, там 150 миллиметров, теперь видите, 350, 400, 350, слева от маски 180, 150 миллиметров, но очень маленькие зоны, их трудно будет с этим. В целом тут порядка 250-300 миллиметров. Теперь давайте перейдем к корпусу, посмотрим в ЛД, что же с ним стало. Ну, тут все, по-моему, стало гораздо печальнее, 200, 100, то есть даже 100, в нижней части 190 миллиметров. От 190 до 210 миллиметров мы тут видим, и это, конечно, плохо. Танк теперь будет легко пробиваться восьмерками, у которых пробитие 200. Люк мехвода заделали, да, он стал 220, 230 миллиметров, это хорошо. О, щеки 300, 330, тоже хорошо бронированные, стык 220, ой, и нижний бронилизь приятная неожиданность, порядка 260 миллиметров. Что касается борта, вот тут все в порядке, тут борт так же хорошо бронирован, как и раньше. Тут ничего не изменилось. А вот верхний бронилизь, конечно, уже не радует. Я просто не понимаю разработчиков, зачем они сделали более бронированный люк мехвода, и огромный-огромный ВЛД, который с меньшим бронированием. Вот смысл было. Теперь все, кто будут знать об этом, что ВЛД стал слабый, у ИС-6 будут его шить просто раз. На этом все по бронированию, давайте теперь перейдем к боям, посмотрим первый бой. Я записал в обновлении 9.13, еще до смены бронирования. А второй бой уже будет в обновлении 9.14. Мы сравним, то есть, насколько танки стал хуже, или он стал лучше. Давайте посмотрим бой в обновлении 9.13. Итак, ИС-6. Бой начинается. Сейчас я немножко вам скоро. Потому что тут пока неинтересно разве здесь команды. Смотрите. Я еду в свою любимую точку, это возле церкви. Там буду контролировать два направления. Выезжающих в танку. Первый засвет. И обратите, куда я стрельнул, вот к Су-6. Я стрельнул на него в башню. И вот эта ослабленная зона слева от ствола. И повезло мне туда пробить. Дальше у нас Т-150, который маячает на горизонте. И он бездумно выезжает. Просто мне под выстрелы, естественно, он мне не пробивает. Павел, я вот такой в район. Леха, люками хода на 167 миллиметров пробить и не хватает. Дальше в эту мою, ее довольно современная игра. Вот сейчас я буду царить нижний бронелист и 150-кат. И пробитие проходит. Брон пробития, хотя я не надеюсь, что это в данном случае. Главное здесь сейчас не подставляться под выстрелы. Я буду выезжать бортом. Тигру первого очень хорошо. Полоток мне не повезло. Уход меня прибил от щелка корпуса. С-6 целью в башне. Не везет с точностью. Это еще одна проблема, пока не свитит. Уроне не пошли за тваку. Пока она не очень. Поэтому на нем лучше играть на средних и ближних дистанциях. Если стрелять вдаль, то сводиться нужно максимально. Пока не выезжаю, потому что, скорее всего, противники смотрят на меня. Как только появляется засвета, сразу выезжаю и стреляю. Вот не везет с вами. Казалось бы, что там пробивали. Местер всех миллиметров всего лишь. Уезжаю на Охо. Даю шот и какие-то образы. Не пробиваю борт. Очень странно. Здесь есть, там, поцелевый район гуслей. Там слабо-разума корпуса. Весь бортовый японцы. Общики, у любого японца. Это слабо-разума. Надо добирать Охо. Добираю его. Теперь можно ехать за остальными танками. Нужно дожимать город. Теперь осталось разобраться с Ои и заняться другими тяжами. Не цареваю его вверху. Гринлисты и не пробиваю. Каким-то образом очень странно. Дальше уцелевую башню, но опять же башня не поддается. Тут уже все просто перекосило. Зайду в борти, мы уже тогда заберем ее. Забераю дальше меня. И теперь 29-й становится. И, о, чудо, взрыв БК. 99-й. 6-й. Спрятался, смотрит на меня. Ну, ничего. Правила трех калибров. Наделает свое дело. И 6-й. И получает. Крюшу башню. Теперь осталось его добить. Все. И 6-й готов. Добиваем следующее. Еду в сторону точки резкого противника. Вот из 6-й умирает. ФФ-2707. То есть, он где-то там. Да, где ВК. Триджественная динашка показывает. Там ФВ. Еду за ФВ. Уже он должен посветиться. Если бы он был где-то рядом, он такими светится. Подъезжаю ближе. И обратите внимание, где он сейчас засветится. То есть, какая маскировка. Все-таки орды. И какие у нас огромные пусты. Вот, наконец, я ее забираю. Теперь остался. Сусом, 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 сусом. Сусом, 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 сусом. Теперь надо забрать сусом. Он аж на базе светится. Не попадаю. Вот, висок. Так называемая точность из шелез. Говорит о себе. Это был бак реплей. Я ускорил. Почему-то подтормаживаю. Крывками танк двигался. Не стреляя издалека. Хочу по максимуму подъехать к Су-100. И наверняка уже его убить. Он у меня стреляет. И все, я его добираю. Бой на Рэдшери. И пока танк едет на свою точку. Предлагаю посмотреть. Все-таки, какой же он классный стал. Новая башенка бросается в глаза. Она стала гораздо интереснее. И вообще, любые изменения в танке обычно всегда отлучшены. Также есть сусомшественные. Итак, вот мы на точке. Против нас Тигр 2-й, Оби-Х 704-й. Где-то вдалеке. Т-34-1. Давайте посмотрим, как же в 9-14 будет вести себя танк. Т-34-1. Не пробил борт, но он и стрелял издалека. И без пробития ста-75. Его не хватает. А вот 74-й сейчас не пробил борт. Так, Тигр 2-й тоже не пробил борт. Ну что ж, 9-14 пока побеждает. Все в порядке. Все хорошо, танкует. Пробиваем даже своими ББшками Тигра 2-го в борту. Пока мансуем вперед-назад. Вперед-назад, схобы не поставлять. Опять 74-й не пробивает. Не пробивает Тигра 2-й. Пока для нас все складывается очень замечательно. Если так пойдет дальше, то в бой мы мы играем. И приехали с учетом, что он уже наглую. Он просто вылез. Все-таки пробивает меня в щеку. Теперь Тигр 2-й. Смотрим, куда он будет стрелять. Стреляет. И любите меня, он пробил меня справа от дуками Клота. У Тигра 2-го, я напомню, пробитие 225-й. То, о чем я говорю. Теперь все-таки опять выжжает Тигр. И опять у меня пробивает, пробивает ниже бюк в вода. В ЛД. То есть мы пробитие пытаясь. Ну, сейчас будет последний шок. Тигр опять в верхнем бронюнести. Все, он меня забрал. И в заключении последний видеоролик по ИСУ-шестому. Хочу все-таки подытожить, стал он лучше или хуже в обновлении 9-14. Ну, наверное, ни хуже, ни лучше он не стал. Сейчас по последнему бою вы посмотрите. Вот, филигранное выстрел в Тигра 1-го. По подвижности он остался таким же. По внешнему виду я бы сказал, что он даже стал еще лучше, он стал еще красивее. Золотали ему башню везде, где можно было. Взяли, возможно. Теперь башня у него стала еще более непробиваемая. Единственное, что минус, это вешний бронелист. Он стал более пробиваемым, я считаю. В данном бою посмотрите против 2 КВ-4. КВ-4 меня не будут пробивать башенку. И это, конечно, приятно. То есть, немножко, возможно, стоит изменить геймплей. Теперь прятать не только нижний бронелист, а еще и верхний. Либо ставить его под углом к противнику. Поскольку у танка есть кое-какие углы вертикальной наводки, там, минус 6 вниз, то можно, в принципе, кое-как танковать из-за холма. Подытоживая, я скажу, что танк все-таки не изменился. Он по-прежнему такой же офигенный, и на нем также прикольно и классно играть. Чтобы эффективно играть, конечно, на нем нужно использовать голду. Но фармить при этом у вас не получится. Я играю без прем-аккаунта, поэтому мне приходится голду использовать только в крайнем случае, когда нужно именно затащить бой. И важно каждый раз пробивать противника. Ну, а на данный момент все. Это все, что я хотел сказать по данному танку. Покупайте ИС-6, он того стоит. Играйте. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok